Шамкенские поликлиники нуждаются в медицинской технике. О том, что третий миллионник страны попал в антирейтинг низкой оснащенности, стало известно на заседании правительства. Главный врач Алексей Цой скрывать не стал. Высокий износ зданий и низкий уровень технического оснащения амбулаторно-поликлинических объектов необходимо устранить и в четырёх регионах страны. «Объекты ПМСП обеспечены более полтора миллиона единиц медицинской техники. При этом оснащенность составляет 76,6%, а износ – 49%. При этом низкая оснащенность медицинской техникой Североказстанской области – 55%, Костанайская – 57%, Шамкен – 72%, Акмольская – 74%, Актюбинская – 73%. В планах Минздрава построить в этом году 83 медпункта, 57 амбулаторий и одну поликлинику. «До конца 2025 года запланировано строительство 487 и капитальный ремонт более 600 объектов ПМСП. Принимаемые меры позволят значительно расширить охват граждан первичной медико-санитарной помощью, особенно на селе». Остро стоит вопрос с медицинской помощью в сёлах. Премьер призвал стимулировать молодых специалистов и активнее привлекать их к работе в отдалённых населённых пунктах – заработной платой, условиями труда и соцпакетом. Казахстан намерен насытить внутренний рынок колбасой, сыром, яблоками и сахаром. Об этом рассказал министр сельского хозяйства. Дефицит полезных фруктов возместят за счёт закладки интенсивных садов, в том числе в Шамкенте и Туркестанской области. «На сегодняшний день общее потребление яблок составляет 344 тысячи тонн, а импорт – 144 тысячи. Ежегодная закладка садов будет в объёме в среднем 2000 гектаров. Это позволит покрыть дефицит и в 2024 году выйти на полное самообеспечение. Закладку новых садов будем концентрировать в основных садоводческих регионах – Алматинской, Жамбылской и Туркестанских областях и городе Шамкенте». Дефицит сахара казахстанского производства составляет 240 тысяч тонн или больше половины от потребности. «Насыщение внутреннего рынка предполагается за счёт модернизации завода в Алматинской области, а также строительства нового предприятия в Жамбульской области мощностью 150 тысяч тонн сахара». Не хватает на рынках страны рыбы, оттого и цена высокая. Местные компании обеспечивают продукции и немногим больше половины населения страны. «Для насыщения внутреннего рынка будут введены 8 проектов мощностью производства 13,5 тысяч тонн рыбы. Это позволит довести обеспеченность населения до 100 процентов». Запасов в отечественных стаб-фондах недостаточно. Это влияет на растущие цены. Министр призвал Акиматы пересмотреть формирование продовольственных запасов страны. Анастасия Новикова, Абзал Турабеков, Информационная служба телекомпании «Утрар».